В программу «Жесть» обратилась амичка Наталья Пинкова. Она рассказала, что в апреле прошлого года в ее машину на высокой скорости врезался автомобиль. Наталья была на шестом месяце беременности. После аварии женщину прооперировали. Врачам удалось спасти малыша, однако ребенок родился инвалидом. Виновник ДТП отделался только штрафом в 500 рублей за превышение скорости. Наш корреспондент Юлия Думанова разбиралась в этой истории. Каждый день мы их одеваем на ушки Максиму, чтобы он нас хоть как-то слышал. Большую часть времени маленький Максим вынужден проводить в проводах в окружении электроники. У мальчика тотальная глухота и слепота. Он уже перенес пять операций. Впереди еще несколько. Игрушки не для развлечения, а для стимуляции слуха и зрения. Максиму 9 месяцев, однако он до сих пор сам не держит голову. Врачи ставят риск возникновения ДЦП. Развит он на месяца 2-3 всего. Это все из-за бесконечных наркозов, из-за того, что он не видит, не слышит. То есть развития никакого не происходит вообще. В любом случае, главное ребенок, главное любовь к нему. И главное стремиться что-то изменить. Обидно, невыносимо обидно. Максим появился на свет на шестом месяце беременности с критической массой тела 800 граммов после аварии. Произошло это в апреле 2016 года, в день рождения Натальи. С мужем они ехали в ресторан. На кадрах видно, Форд Фокус семьи Пинковых пропускает встречный транспорт. Как вдруг в него влетает Хонда. Эти кадры сделаны после аварии. Вот что осталось от автомобиля семьи Пинковых. Машина восстановлению не подлежит. У Натальи после столкновения открылось кровотечение. Беременность пришлось прервать. Сделали Кесарева. Потеря дыхания была. Сначала ничего не понимала, потом не могла вздохнуть. Казалось, что умираю. Потом вздохнула все-таки на мужа. Посмотрела. Смотрю, он жив. Он меня также спросил, живая. Говорю, да. Он выскочил с машины. Я чувствую, что с меня кровь идет. Я, конечно, в шоке в полном. Виновник аварии получил 500 рублей штрафа. За превышение скорости заплатил его в государственную казну. И продолжает ездить. То есть мы пурхаемся, ездим с операции на операцию. Ребенок полностью страдает. Неизвестно, какая у него жизнь ждет. А тому человеку наплевать. К ответственности водителя Хонды не привлекли. Все дело в результатах экспертизы. Согласно ей, цитата, «В данном случае прерывание беременности, как причинение вреда здоровью, не квалифицируется. Мы попытались связаться с виновником аварии. Однако мужчина на телефонные звонки и сообщения не отвечает». Кстати, пока семья Пьянковых пытается спасти сына, водитель Хонды ведет активную жизнь в интернете. Вот его страница в соцсети. Мужчина интересуется машинами и размещает любопытные записи. Например, что делать, если остановил инспектор, а у вас просроченные к уплате штрафы. Сразу после аварии в тех же соцсетях он признал свою вину и даже обещал взять все расходы по лечению Максима на себя. Однако Наталья говорит, реальной помощи не последовало. Он один раз позвонил моему мужу и предложил таблетки. После аварии таблетки. Когда ребенок умирает, ему спасают жизнь, он предложил какие таблетки для грудного. Еще бы апельсины предложил. Впрочем, Наталья материальной помощи и не ждет. Женщина хочет, чтобы виновного лишили водительских прав и привлекли к реальному наказанию. Сейчас она обратилась в прокуратуру и пытается обжаловать результаты экспертизы. Согласно заключению экспертизы, вреда здоровью девушки не установлены. С этим человеком мы не согласились, внесли протест, он был удовлетворен. Решается вопрос о проведении комиссионной экспертизы уже в другом регионе, не в Омске. Маленькому Максиму предстоит операция лечения за границей. Сумма более 300 тысяч рублей. Деньги семья Пьянковых уже собрала. Взяли кредит, плюс помогли неравнодушные. Откликнулись люди со всей страны. Есть надежда, что после терапии Максим сможет видеть одним глазом.